Добрый день. В этом номере Гудка, на шестой странице, читайте о мастере земляного полотна. На шестой странице Гудка очерк об интересном человеке, о земляных деломастере. На самом деле он мастер земного полотна, работает на Черемховской дистанции пути в Восточно-Сибирской железной дороге. Наш корреспондент сделал такое, казалось бы, очевидное, но не для всех может быть наблюдение, что, конечно, пути должен в основном следить за рельсами и шпалами, а мастера земного полотна должен смотреть еще и внутрь поверхности, то есть различать, что там происходит внутри. Ведь не так просто, как еще строилось, когда Транссиб в XIX веке, навозить земли, сделать земляное полотно, за ним нужно еще очень качественно ухаживать, потому что вода, жара, мороз очень сильно влияют на полотно, могут, если не следить, очень быстро его разрушить. Тем более в таких условиях, как Восточная Сибирь, а еще если брать Север, это территория России, где, конечно, климат очень непростой. А наш мастер, ему 31 год всего лишь, он пришел на работу сюда из армии, его здесь с тех пор работает, у него получается и карьерный рост, а главное совмещать получилось и учебу с работой. То есть он, конечно, не хороший практик, но еще и теоретик, знает теорию и практику. Сегодня на странице ГУДКа вы сможете прочесть хорошую новость о том, что в Удмуртии на поездах пригородного сообщения появились новые комфортабельные вагоны. Вагоны это межобластного сообщения, однако формируются они в Жжевске, и качество услуг здесь значительно отличается от того, что пассажиры привыкли видеть на пригородных перевозках. Например, здесь новые отремонтированные туалеты, хороший уютный интерьер, и здесь из рук внимательного проводника пассажиры смогут получить горячий чай и кофе. А также, если есть желание, могут послушать музыку, посмотреть телепередачи или фильмы. Сейчас уже запущен второй такой вагон, первый был запущен в начале августа нынешнего года. Ну и сегодня руководство пригородной компании Содружественно ломает голову над тем, как в дальнейшем увеличить парк вот таких вот вагонов с улучшенным комфортом. И более того, билет в такой вагон будет, обойдется всего лишь на 50 рублей дороже, поэтому желающих может быть очень много. Железнодорожные администрации СНГ и стран Балтии ужесточат штрафные санкции. За провоз безбилетников заплатят четырехкратную стоимость билета. Речь идет не о пассажирах, а о проводниках, желающих подработать. Сейчас провинившийся оплачивает двукратный размер проездной платы. Если нарушитель подсадил зайцев в Азербайджане, а на территории России его поймали ревизоры, то в конце месяца на адрес его железнодорожной администрации придет акт, который железная дорога должна будет оплатить. Проводники, желающие подработать, подсаживают пассажиров и получают теневой доход. При этом железная дорога несет лишние затраты. Соглашение об экономической ответственности за провоз безбилетных пассажиров рассматривали на заседании координационной комиссии. И все администрации его согласовали. Только две республики были против. Это Киргизия и Азербайджан. Почему они не хотят увеличить штраф и вынесут ли соглашение на 55-й совет, читайте в этом номере Гудка. В сегодняшнем номере мы продолжаем дискуссию об оптимизации управления на отечественных железных дорогах. Своё мнение высказывает директор НИИ Качества из Санкт-Петербурга Александр Красковский. Как рассказал в нашей газете известный специалист в области управления на железнодорожном транспорте Александр Красковский, профессор ПГУПС и директор НИИ Качества при этом университете, эта проблема в настоящее время довольно остро стоит на отечественных железных дорогах. Дело в том, что в прежние годы здесь довольно жестко соблюдался принцип единоначальной или централизованного управления снизу доверху. То есть так называемое жесткое вертикальное управление. Однако по ходу реформирования Министерства путей сообщения, преобразования его в российские железные дороги как акционерное общество, система управления значительно изменилась. Начальники дорог, которые прежде отвечали за все технологические процессы в пределах своей компетенции, сейчас в основном занимаются неким администрированием и, по словам ученого, аморфной координацией различных участников перевозочного процесса. Вот это все приводит в итоге к ухудшению управляемости железными дорогами. А самое главное теперь несквозь просить за те или иные процессы, которые происходят на дороге, за их качество. Для того, чтобы это поменять, ученые считают, необходимо вернуть институт единоначалия на отечественных железных дорогах и назначить ответственных исполнителей за каждые те или иные процессы, здесь происходящие. Для этого необходимо внедрять по научному, так сказать, называемые термины, такие как процессный подход и ряд других, которые ученые давным-давно знают и предлагают внедрить на российских железных дорогах. Если эти процессы пройдут в планном режиме, то безопасность движения и главные процессы управляемости вернутся на обычный уровень и не будет происходить негативных влияний, связанных с недостатком подвижного состава, с нехваткой вагонов и рядом других. По мнению ученого, это необходимо осуществить как можно более короткий период, с тем, чтобы этот процесс адаптации железных дорог к рыночной экономике прошел как можно более безболезненно. Сегодня исполнилось ровно 50 лет с того дня, когда для 4,5 тысяч делегатов 22-го съезда КПСС распахнул в свои двери Кремлевский дворец съездов. История его создания была такова. Хрущев, посетивший Китай и попавший в новый открытый дом Народного собрания Китая, вернувшись в Москву, распорядился создать нечто подобное, но превосходящее китайский по объему, то есть рассчитанный не на 4 тысячи человек, как в Китае, а на 6 тысяч, предполагая, что именно такого количества мест будет достаточно для всенародных партийных съездов. Осуществлять проект взялся ведущий в то время архитектор Михаил Пасохин, автор таких проектов, осуществленных, как высотка на тогдашней площади Восстания, ныне Кудринской, и проспекта Калинина в Москве. Долго пытались найти место для дворца съезда. Вначале предполагалось построить его на Кропоткинской, на месте снесенного храма Христа Спасителя. Потом рассматривался вариант строительства дворца съездов на Ленинских горах неподалеку от МГУ. Но Никита Сергеевич Хрущев распорядился построить дворец съездов на территории Кремля, тем самым разместив его между теремным дворцом и оружейной палатой, от чего, в общем-то, страдал Третий корпус, которым был построен в конце XVIII века. Стройка проходила и была закончена в рекордные сроки. На все строительство понадобилось всего 16 месяцев. Причем пострадали от этой стройки не только историки, реставраторы Кремля, но и археологи. Под дворцом съезда был похоронен гигантский исторический пласт, который мог бы принести археологии многие находки, связанные со временами Юрия Долгорукова. Но, тем не менее, 17 октября 1961 года 22-й съезд КПСС прошел уже на территории Кремля в новом дворце съездов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова